Мусульманский хедж-фонд. 20 миллионов долларов частных вложений. Офисы в Стамбуле и городах России. Высокие доходы в короткие сроки. Отличный бизнес, в который нужно вложиться прямо сейчас, ни медля, ни секунды. Не спешите это делать, ведь недавно всё рухнуло. Убыток 2 миллиарда рублей. Невиданная сумма в истории российских мусульман. Я прекрасно понимаю тот факт, что абсолютная вина, стопроцентная, она на мне. И если говорить, есть ли оправдание, вот я со стороны, даже если посмотреть, абсолютно никакого оправдания, абсолютно никакого оправдания я для себя также не вижу. На этом видео Заур Мусаев. Основатель и руководитель хедж-фонда Динар. Того самого, который позиционировал себя как мусульманский. Сначала он приносил прибыль вкладчикам от торгов на фондовом рынке и рынке криптовалюты. Росло число инвесторов. Конец невиданной радости наступил достаточно быстро. Динар оказался очередной финансовой пирамидой. Счёт заблокирован, денег на нём нет. Основная проблема, почему такие появляются проекты, которые постоянно обманывают мусульман. Основная проблема в том, что мусульман, во-первых, крайне низкая правовая грамотность. Просто тотальное невежество правовое. Это первое. И второе, то, что мусульмане, особенно это касается, дагестанцев, никогда не обращаются в суд, поскольку обосновывают это с точки зрения религии, что это харам обращаться в государственные структуры за правосудие. И они параллельной жизнью живут, сами себе суживают деньги, сами друг друга берут в долг, в банки не обращаются, в правоохранительные органы не обращаются. И все эти проблемы, да, и в суды не обращаются, друг с другом по шариатским судам всё решают. И в итоге каждый, кто идёт на мошенничество, он уверен с момента начала первого противоправного шага, что на него в суд никто не подаст. А если на него кто-то подаст в суд, он скажет, ты кафе, как посмел ты вообще обратиться к российскому закону, когда мы должны были решать по шариату. Значит, по шариату воровать можно, проедать чужих деньги можно, торговать на фьючерсах можно, а обращаться в российские суды нельзя. Это, как бы, явный признак куфра. И вот эта вот двусмысленность, да, вот это отсутствие ответов на вопрос, имеют ли права мусульмане, должны ли они это делать, приводит к полному параличу миллионов мусульман, у которых нет внятного чёткого ответа от людей знаний, что они должны делать в этой ситуации. По инициативе Руслана Курбанова, известного российского журналиста, руководителя Центра Аль-Таир, состоялся международный форум «Халяль инвестиций». Он проходил 23 декабря в Москве. На одной площадке собрались эксперты и практики, специалисты по исламским финансам. Они попытались ответить, почему мусульмане попадают в финансовые пирамиды, что делать и как помочь обманутым вкладчикам, что необходимо знать мусульманам в первую очередь о заработке. Приписывает Ханю Марсу такое высказывание, да, что нет такого греха, на который не пошёл бы предприниматель, капиталист, при доходности 300% годовых. Данная ситуация, она как бы оказалась немножко, вот, как будто это говорилось про нас. Нет такой ситуации, когда нам показали бы хорошую доходность, и мы не рынулись бы туда зарабатывать все деньги, да. Это очень такой момент, над которым нужно работать, да. Это первый момент. Второй момент. Люди, которые несут свои деньги, да, в конце концов, ну, в первую очередь должны начинать спрашивать, да, те вопросы, которые есть. Что это такое, насколько это дозволено, кто это проверил, какие эксперты это проверили, каким образом. Ну, об этом, наверное, много говорили, да. Но здесь я хочу сказать немножко личную ответственность этих людей. Вот смотрите, на фондовом рынке, на фондовом рынке есть такое понятие, как квалифицированный инвестор. Да, чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно управлять определенной суммой денег. И чтобы стать им, нужно сдать определенные тестовые занятия. И после этого только этот человек, этот инвестор может заходить и инвестировать в высокорисковые бумаги, высокорисковые инструменты. Вот это государство поставило для тех, кто хочет на рынке, да, на фондовом рынке, на рынке ценных бумаг, инвестировать и зарабатывать деньги. Это, вот если государство поставило такие условия, да, мы и мусульмане, для себя никаких условий не ставим. Мы узнаем о каком-то проекте, видим брата, который нам нравится, маша Аллах, хорошо говорит, везде реклама и идем бежим. Наверное, нам нужно тоже что-то подобное сделать, да, какую-то квалификацию получать людям, которые хотят инвестировать свои средства. Он сказал, что самый лучший, который ты кому даешь деньги, и когда ты с кем-то хочешь работать, должен быть он сильный, достоин доверия. Вот эти вещи ты должен сам, каждый человек, каждый вкладчик должен проверить сам, то, что он сильный, чем силен. То есть он умеет управлять деньгами, он до этого работал, у него до этого были там хорошие там истории, он этими деньгами хорошо управлялся. Также взял и возвращал вовремя, давал всем, никого не обманывал. Кто должен проверять это? Вкладчик должен проверять. Тем более суммы большие, тем больше суммы, допустим, тем больше должен ты проверять его. И второй, то, что всего, что она сказала, говорит Амин, то есть достоин доверия. Вот это тоже очень важный момент, достоин доверия. То, что мы, когда даем человеку, мы знаем то, что он достоин доверия. Каким образом достоин доверия? То, что он нашими деньгами управляет, как своими деньгами. Он на это очень внимательно смотрит, также работает. Вот это является, уважаемые братья и сестры, очень важный вопрос у нас в Шерияге. У нас очень важный вопрос. Хорошо, а если ты не можешь проверять этого человека или этого компания, что надо делать? Каким образом надо поступать? Должен быть официальный шариатский аудит, который проверит это. И внутри компании есть шариатский аудит, который проверяет, который вам может дать заключение шариатского аудита. Вот заключение, вот его подпись, вот ему можете звонить, у него можете спросить, у него все там наши данные. Он про нас все знает. Таким образом, тем людям, которые ты доверяешь, тогда только даешь. И Афдель Мударова, то есть инвестиционный договор у нас является из договора Аманата, то есть доверие. То есть, каким образом доверие? Значит, ты, когда вкладываешь свои деньги, ты доверяешь этому человеку полностью. Как ты, так и же он. Он является твоим владелем, то есть представителем. Он твоими деньгами управляет, как и ты управляешь своими деньгами. Поэтому ты должен тщательно проверять его и знать его, как ты знаешь про себя. А если не так поступает человек, значит, здесь вина. Есть сколько-то процентов вина его вкладчика, есть другие проценты вины, который там взял деньги и в него возвращает вовремя или обманывает. Специалисты в области исламских финансов единогласно приняли ряд халяль-стандартов. Им должны соответствовать финансовые фонды и компании, которые хотят работать с деньгами мусульманских вкладчиков. Также в ходе форума в Москве были представлены десятки финансовых компаний, работающих по исламским стандартам. А вкладчикам рухнувшего фонда Динар был предложен ряд дозволенных с точки зрения ислама способов по восстановлению своих сгоревших вкладов. Принятые на форуме решения должны предостеречь мусульман России, чтобы в будущем они не попали в ловушку очередной финансовой пирамиды. Даже если у нее будет красивая вывеска «Мусульманский фонд». А – салазерный пирамиды А – салазерный попали в л� sections Бнойа на руку Вся без 5000 мусульманских фонда